Легенда рекламы мировой, французской рекламы, Жак Сигела в Киеве. Всем привет! Сегодняшняя распаковка посвящена одному человеку. Это легенда мировой рекламы, легенда французской рекламы, Жак Сигела, который по приглашению Киевского международного экономического форума и группы Havas Creative Group Ukraine прибыл в Киев. Жак целый ряд каких-то действий обязательных провел в Киеве, в том числе на Havas Creative Talk. Он поговорил о своем жизненном пути, показал несколько роликов. Мы вам покажем какие-то фрагменты из его выступления. Киевский маркетингерн? В институте, он говорит, посмотрите на мой ребенок, он спрашивает, и она говорит, что он не стратегичный. Стратегичный, это не стратегичный, это не стратегичный, это не стратегичный. Стратегичный, стратегичный, и вместе мы идем к клиенту. Моя не имеет идеи, только идеи. Моя не имеет деньги. Я использую суббару, и я нужна карьера. Я не знаю, что вы хотите делать с этим? Мой президент, только адвентация. И на Киевском международном форуме участвовал в дискуссионной панели. Вообще, почему именно одному человеку и этому событию, приезду с Сигела, целый отдельный выпуск распаковки? Потому что такого уровня рекламистов, ну, живых еще и поискать. Представьте, что в Киев бы приехал повставший из гроба Дэвид О'Гилби или Лео Барнетт. Вот Жак Сигела относится вот к этому ряду, именно такого уровня людей. Сооснователь группой Евро Си Джи, вот РС Си Джи, вот С, это Сигела. Человек, который сделал массу компаний для коммерческих брендов. Вспомните Avian, когда разновозрастные бабушки, дедушки, я уже не помню, превращаются в младенцев. Это его креативная идея. Вспомните целый ряд, многолетний ряд дивных реклам для Ситроэна или для Лакоста. Кроме коммерческой, конечно, Сигела еще известен своими политическими успехами. Он привел фактически его компании, привели к власти целый ряд французских президентов. И Жак Ширак, и не буду всех, даже последнего Макрона он там поучаствовал, пусть там и не самым главным, как ранее. Поэтому, конечно, приезд такого человека нельзя оставить без внимания. Нам удалось пообщаться. Задал один вопрос только. Как известно, реклама сейчас не такая уже популярная индустрия для молодых ребят. И вот что ответил Жак по этому поводу. Я думаю, что больше всего нам нужно креативизм в обзорах. Потому что в нумерах, в новом эмоции, в АИ, и все эти новые данные, это просто медиа. Это не совсем не сообщение. Все говорят, что новое решение, новое решение, это данные. Нет, новое решение, это идея. Если у вас есть данные без идеи, то это как броня, без таблетки. Вы shoot, и ничего не случится. Таким образом, больше и больше, когда технология приходит в амбертации, и больше и больше, креативность требует поменять технологии. Потому что техника без эффект это смерть человечества и адвертации. Поэтому мы нужны много новых таленций. Потому что у нас есть для техники. Я думаю... Но какой источник этих людей? Где мы могли их найти? Это как песня, как художник, как художник. Всегда. Но все хотят быть песня, но не директор, а директор. Вы видите... Если вы посмотрите на Канн, то уровень высокого уровня. Проблема... У клиентов не достаточно молодежи. Они поддерживают большую критику и большие идеи. И они уничтожают адвокатства. Второе... Сейчас 50% из-за адвокатства находится в нумерике. И нумерике не имеет идеи. Нумерике просто гиммики. Это не... В этом месте, как я показывал, с глубоким ценным ценам. С мнением, с мнением, с мнением. Таким образом, мы увеличим в этом новом мире. У нас больше и больше нужно положить человечество в нашу организацию, в клиентов и в адвокат. Реакция... Единственная реакция возможна в Квете. Визит Жака Сигелу на Киевский международный экономический форум. Буквально два слова про этот форум. В Парковом собралось достаточно много людей. Полные залы. Интересные дискуссии. Не на всех мне удалось побывать. Спасибо за то, что я попал на этот форум. Я хочу сказать Наталье Морозовой и Юрию Коготяку. По их приглашению мне удалось проникнуть туда под видом участника ХАВАС-креатив группы Украины. Не сочтите за это коррупционную составляющую. Не увидите в этом коррупцию. Хотя, пусть будет и коррупция. Я ж сейчас явку с повинной осуществляю. Жак Сигела показывал в своем выступлении несколько роликов. Трудно выбрать что-то наиболее интересное. Но вот мы вам покажем ролик. Напомним точнее его. Потому что он участвовал в программе Ночи Пожирателей рекламы. И когда мы делали еще был такой у нас период на Ночи Пожирателей рекламы. Мы делали голосование зрителей за самый понравившийся ролик. Этот ролик побеждал на голосовании зрителей два года подряд. Посмотрите его. ДИСКЛЕЙМЕНТА Субтитры сделал DimaTorzok Надеемся, вы получили удовольствие. Мы пошли писать другие сценарии. Кстати, и вы уходите уже с этого канала. Займитесь делом. Всем пока. Который на самом деле прикрывает пятно, которое я получил на ланче.